Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Игорь Валерьевич Кахан, депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия», председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. Вот перечислил все эти названия, вопросов тут море. Как вы успеваете справляться с таким огромным количеством задач? Хороший вопрос, Николай. Здравствуйте, спасибо за такой вопрос. Я, слава богу, не один, поэтому в Комитете у нас 4 депутата, есть аппарат Комитета. Это еще не все задачи. Я еще не рассказываю, что по партийной линии я являюсь региональным координатором, федерального партийного проекта «Городская среда», если бы я еще и это назвал, то вы тогда точно задали вопрос, что вы не можете справляться с таким количеством работ. Нет, 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 нет. Но так как это вопросы все очень важны, вот любой, да, строительство, архитектура, ЖКХ, энергетика, да и не только, наверное, с этими вопросами вам приходилось сталкиваться, тем более, что областная дума. 2020 год был сложным для всех, мы об этом по-прежнему говорим. Вот сейчас мы находимся в периоде, когда потихонечку вроде бы выходим или переходим к нормальной жизни. И все-таки депутат Каханы, что в 2020 году, Игорь Валерьевич, вам удалось сделать? Этот сложный для нас всех год. Ну, тогда отвечу сначала одно сложно, а потом отвечу более развернуто. Развернуто, да. Все, что было запланировано, в принципе, все было выполнено, даже невзирая на то, что 2020 год был сложным. Что касается 2020 года, ведь вначале ничего не предвещало. Мы с вами спокойно, нормально работали, смотрели новости, да, смотрели новости, что происходит в Италии, следили за тем, откуда это пошло, там, более 6 тысяч километров от нас, этот Китай, да, откуда вылезет этот коронавирус. И ничего не предвещало, что в России начнется вот такая беда. Вот потому что первая волна, кроме чем бедой, это не назовешь. Причем самое печальное, что ведь это же надо, беда еще пришла в тот год, когда мы очень серьезно готовились, скажем, к 75-летию Великой Победы. Потом у нас было знаковое событие, это голосование по поправкам в Конституцию. И все это надо было менять, переносить, подстраиваться, искать другие методы, методологию проведения и так дальше. Поэтому, но тем не менее, мы очень быстро справились, и ни правительство, ни областная дума, ни на один момент не прекращала свою деятельность. Мы перешли на онлайн режим работы, мы заседания, парламентские слушания. И все проходило? Все проходило, проходило в онлайн режиме. Я вам скажу, что когда были парламентские слушания по бюджету, это в онлайн режиме участвовало у них более 2000 человек. То есть, интернет, слава богу, это позволяет. Поэтому, а сэкономленное время на переезды в Думу и обратно, естественно, мы, депутаты, контактировали полностью с волонтерскими штабами. Это был один из самых главных моментов, особенно в первую волну. Хотя вот председатель Московской областной думы, он же председатель нашей фракции «Единая Россия» Игорь Юрьевич Брынцалов на фракциях говорит, почему вы снизили во второй волне свои общения с волонтерскими штабами. Общение как раз таки мы не снизили. А вот саму работу есть, конечно, объективные факторы, которые действительно снизились при второй волне. Я и скажу, почему. Потому что в первой волне был период самоизоляции для всех. И когда был период самоизоляции для всех, руку волонтеров не хватало в принципе. Поэтому депутаты, и я лично и сам работал как волонтер, я развозил материальную помощь. Я общался, даже был такой интересный случай не просто по материальной помощи, когда ни один был волонтер, наверное, не справился с такой задачей. Это малоимущая семья. Я пришел, конечно, с материальной помощью в плане продуктового набора. И узнаю, что ребенок астматик, закончилось лекарство, а мама боится выйти на улицу, идти с ребенком тем более, потому что что такое коронавирус, это тема, влияющая на легкие. А лекарство заканчивается. Если бы волонтер пошел в нашу поликлинику по месту жительства этой семьи, живут они на высшей школе, ну что бы решил волонтер? Ну, наверное, ничего. Я пришел, и с учетом того, что, слава богу, в городе меня знают, и даже не пришлось показывать мне удостоверение, мне выписали на эту семью рецепт, лекарство не оказалось, сказали, что оно будет через только неделю, поэтому я за свои собственные средства нашел это лекарство в коммерческой аптеке и пришел и с рецептом, и с этим лекарством. То есть даже вот такие моменты приходилось решать во время первой волны инфекции в период полной самозарядки. Ну да, когда все еще немножко не понимали, как это происходит, что и так далее. Но сейчас уже другое время, но у многих жителей области, естественно, были вопросы. Вопросы, какого плана, и я его уже как-то адресовал, и вы мне его начинаете отвечать на него, что при этом те все задачи, те цели, которые ставились в Думы на 2020 год, вам удалось выполнить? Каким образом вы смогли совместить то, что решалась главная проблема здоровья людей, и как все-таки удалось выполнить те поставленные задачи, которые в условиях пандемии, наверное, было выполнять сложнее? Ну, смотрите, тогда, чтобы для самого Николая было понятно, что такое депутатская деятельность, я скажу о нескольких таких глобальных моментах. Ну, так как я член законодательного собрания, это законотворческая деятельность. Это мы уже сказали, это можно было сделать, и мы очень быстро на это перешли, и научились работать в онлайн-режиме. Второй момент, так как у нас основной закон в Московской области, это все-таки бюджет. Да. А что такое бюджет? Бюджет состоит из государственных программ, которые наполнены определенным финансированием. Поэтому вторая, там, основная задача депутата, это контроль за расходованием бюджетных средств, то есть смотреть, как эти госпрограммы реализуются. Ну, я скажу пару примеров, давайте не будем говорить о всей области, поговорим о Люберцах. Вот если возьмем образование, у нас строились в 2020 году две пристройки к школам. Это к одесской школе и к школе в Малахов. Вот здесь, конечно, никакого онлайн-режима быть не могло. Это после того, как было снято ограничение на строительство, потому что строительные компании все-таки простояли определенное количество времени, но как только губернатор снял ограничения и дал возможность работы строительным компаниям, это был очный контроль, это регулярные приходы на площадку, общение с руководством, общение с рабочими. Так как у меня, в моей жизни, так получилось, что есть и строительное образование в том числе, поэтому я мог контролировать и как профессиональный. То есть вас не обманешь? Да, как профессиональный строитель. И поэтому надо отдать должное, что даже с учетом простой компании, у нас дети в 2020 году в школу-то пошли. И те запланированное количество детей, которые должны были добавиться в кадетскую школу, в Малаховскую, они добавились, то есть они пошли. То есть, в принципе, округ вместе с компаниями, вместе со школами, под вот таким общим контролем с этой задачей справился. Также, ну, куда уйдешь, скажем, от ремонта дорог? То есть, да, все равно они ремонтировались. Куда, скажем, уйдешь от благоустройства дворовой территории? Единственное, конечно, я вам скажу, что область с учетом пандемии, общая потеря бюджета составила порядка 130 миллиардов рублей. То, что ушло на пандемию? То, что ушло, это не только то, что ушло на пандемию. Ну, на пандемию потрачено на здравоохранение более 60 миллиардов рублей. Вот, давайте опять клюберсам ближе, да? Вот, из этих 60 миллиардов мы видим, как у нас при первой волне коронавируса очень быстро оборудовался ковидный центр на базе Красковской нашей больницы. Вот, во вторую волну, когда мы понимали, когда самоизоляция была не полная, а только возраст 65+, вот, ну, понимали, что коечного фонда не хватает, что госпитализация увеличится, мы быстро перепрофилировали наш ФОК Люберецкий, который находится на 8 марта под ковид-центр, и его оборудовали. Кстати, о ФОКе Люберецком. Надо сказать, что пандемия, конечно, это большая трагедия, ну, наверное, для всего мирового сообщества, но был и плюс. То есть у нас медицина шагнула далеко вперед, и я могу это одно дело слышать, другое дело видеть. А что я увидел? Я был по приглашению заведующего как раз-таки ковид-центром, который был переоборудован на ФОКе, непосредственно в красной зоне, в противощумном костюме. Я мог ощутить себя как врач или медработник, который его носит, и как возможно или невозможно в нем работать. Я вам скажу, что смена медработника составляет от 6 часов. То есть 6 часов – это лучший случай, и худший случай, если много госпитализации, она может быть, ну, если не кратно, то в полтора раза больше, скажем, до 10 часов достигать. Я был в этом противочумном костюме, выходил час, мне уже было тяжело. Вот. Но я увидел реально, что куда потрачены эти 60 миллиардов, и они потрачены были не зря. Я увидел это оборудование новейшее, которое стоит у нас, во всяком случае, на ФОКе в этом ковид-центре. Я был в реанимации, я уже увидел, если раньше, если вы знаете Николая, как обслуживались больные, вот больной, есть график лекарственных препаратов, которые надо ему вводить, в котором чувствую, какой препарат. То есть сейчас этого нет. Нет, сейчас этот график в компьютере, больного обслуживает аппарат, куда вводятся вот эти лекарственные препараты, которые через катетер впрыскивают в больного определенные дозы в определенный период определенный препарат. То есть на сегодняшний день медицина именно на таком уровне. Я уже не говорю о том, что серьезно был обновлен автомобильный парк, в том числе и у скорой помощи, за это время, помимо аппаратуры, которая была приобретена. Что касается ФОКа, чуть не забыл, надо же сказать всем спасибо. Одно из спасибо, надо сказать, нашему Люберецкому городскому жилищному отрезку, который в кратчайшее время сделал переоборудование, я имею в виду ремонтные работы, чтобы переоборудовать, то есть перепрофилировать, это уже с оборудованием. Здесь именно ремонтные работы, которые позволили сделать перепланировку его под ковид-центр, сделали в кратчайшее время с хорошим качеством. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Игорь Валерьевич Кахан и депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия», представитель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. Во второй части продолжим. И напомню, что в первой Игорь Валерьевич рассказал нам о том, что в 2020 году депутаты, как мы выяснили, и, собственно говоря, об этом и писали газеты, и показывалось по телевидению радио, работали. Единственное, что добивался онлайн-режим, и, наверное, стало выходить больше времени на выполнение своих функций. Ну, а где-то, возможно, даже этот онлайн-режим принес дополнительную пользу. Иногда, как вы говорите, что-то плохое может даже привести к чему-то хорошему. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в студии Игорь Валерьевич Кахан и депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия», председатель комитета по вопросам строительства архитектуры ЖКХ и энергетики. Мы остановились на том, что удалось решить, можно, наверное, уже так сказать, проблему, связанную с пандемией. И сейчас, как мы понимаем, у нас есть запас коечного фонда. Это вопрос, который всех волнует. Это вы знаете, давайте, Николай, если можно, в завершении программы об этом поговорим. Я бы сейчас поговорил о том, о чем мы закончили первую часть, что онлайн-режим с учетом сокращения времени на переезды, скажем, в здание Москового думы и обратно позволили это время тратить на более такие дела, которые могут быть видны и приятны нашим жителям. Ну, первое, что касается третьей задачи депутата, мы говорили, контроль госпрограмм. Третье, это можно их, как раз таки, в разном порядке поставить, но одна из главных задач это, естественно, общение со своими избирателями. Здесь тоже были моменты очные и заочные. И плюс какой? За это время, за 2020 год, мне не надо уже анонсировать свои личные приемы, скажем, в интернет-пространстве или по телефону. Мой телефон выучили. Если раньше мне пришлось, приходилось анонсировать, на сегодняшний день это происходит примерно так, что мои помощники за неделю собирают те вопросы, которые поступают на телефон приемной. Как правило, это в пятницу. Я перезвоню людям и общаюсь по этим вопросам, где сразу решаю, где ставлю на контроль, где даю определенные консультации или рекомендации. Вот, что касается, что сделала Дума еще в 2020 году в общем. Это вместе с правительством Московской области было принято масса законов и до 2020 года, и во время 2020 года. Это меры социальной поддержки. Вот я демонстрирую вот такую книжечку, где фактически сход законом на 2020 год, плюс к ней еще добавится то, что мы приняли в 2020 году. Эта книга очень... Мы понимали, куда мы идем, и мы очень широко ее распространяли еще до введения самоизоляции в 2020 году по всем ЖЭКам, в торговых центрах, чтобы люди максимум могли понимать, какими мерами они могут пользоваться. Здесь и федеральные, и региональные меры социальной поддержки, какие свои населения, на что могут рассчитывать от государства. Вот. 75 лет победы. Тем не менее, тоже. Вы видели, как был парад проведен. Что касается нашего городского округа Люберцы, ветераны у нас в любом случае мы постарались обуять их нашим теплом. Были и поющие дома, и выезжали артисты во дворы, и к ветеранам, те, которые могли принимать. Но, конечно, со всеми мерами предосторожности мы сами, как депутаты, ходили, поздравляли. Вот. Потом была очень серьезная акция, организованная партией «Единая Россия», мобильные бригады помощи. То есть, за счет средств партии каждому ветерану вручался мобильный телефон с безлимитным трафиком. Вот. И другие меры поддержки. Поэтому 75 лет победы, хоть парад мы видели все по телевизору, хотели видеть его воочию, но, тем не менее, постарались и находить пути, и в такой сложный период, как наших ветеранов, я еще раз говорю, не обделить своим вниманием, а, наоборот, оказать с учетом того, что происходит за окном, еще больше. Вот. Что касается поправок в Конституцию, тоже серьезная тема, потому что бытовали разные мнения, и тоже здесь депутаты участвовали как волонтеры, и в Люберцах было несколько пикетов, и я сам в них участвовал, разъясняя людям, которые подходили, что значит та или иная поправка, и стоит ли вообще идти голосовать, и как голосовать, и где голосовать, и как будет проводиться это голосование. Поэтому тоже знаковый момент. В Люберцах, опять-таки, за этот год было и голосование в местный совет депутатов. Это были довыборы. Вместо выбывших депутатов у нас два депутата прибыло в наш совет депутатов. Это Рубен Савиалов и Владимир Маланин. Это представители поселка Октябрьский. И тоже это было в единый день голосования, в сентябре месяце. Тоже было организовано. Поэтому все, что должно было быть в 2020 году, то есть мы научились, даже с учетом тех мер предосторожности, тех рекомендаций Роспотребнадзора и так дальше, все это пройти, выполнить и сделать, и ничего у нас не остановилось. Что касается, вот я сказал, по 130 миллиардов, которые не досчитался бюджет, действительно серьезные суммы, более 60, это действительно ушло на здравоохранение, а остальные не досчитался. Это как раз период самоизоляции, это неработающие предприятия. И так дальше. Хочу сказать спасибо ряду наших предпринимателей, которые не работали. Особенно я хотел бы выделить здесь хлебопивкарни, хотел бы выделить кафе, которые работали только на вынос. И тем не менее они умудрялись помогать и малоимущим, и нашим медикам готовили обеды, привозили их в больницы. Поэтому огромное вам спасибо, дорогие. Вы знаете, это тот самый случай, когда одна проблема общество в принципе объединяет. Это мы видели на лицо, и видели, что очень много у нас небезразличных людей, это вызывает такая приятная эмоция. Вот это такой вопрос, возвращаясь к людям, с которыми вы работали в основном на онлайн режиме, я имею в виду, с избирателями. Какие основные вопросы они ставили? Что их волновало, помимо, естественно, пандемии? Знаете, основной вопрос в первую волну был, конечно, вот это то, что описано. Как жить дальше? Нет, меры социальной поддержки. То есть люди, которые начали недополучать средства, их стало волновать, а что им может дать государство? Надо сказать, что ведь были, помимо того, что депутаты делали сами, очень много сделало правительство в Московской области. Это и продуктовые наборы. Но продуктовые наборы, которые распределялись через управление социальной защитой, то есть специальным группам населения, которым они должны были распределяться. Кроме того, я вам скажу честно, что ни одно обращение к губернатору, даже вот людей, которые не входят в категории, не было неотвечено. Даже то, что... То есть реагировали на все? На все. А, кстати, сейчас как работает, если обращается к вам избиратель, ставит какой-то вопрос, вы как-то реагируете? Ну, смотрите, надо... О, кстати, о механизмах, потому что есть еще такой момент, как наказы избирателей. Это немаловажный момент, потому что вы сейчас, как ведущий, вы его поймете, так как понимал я его раньше. А он... Надо понимать и так, и немножко по-другому. То есть я раньше, до того, как стал депутатом московского власта, думал, что такое наказы избирателей. Вот Николай меня попросил, что надо в городе, чтобы у нас было вот это, вот это и вот это. Надо сделать вот это, вот это, и я считал, вот это наказ избирателей. Это действительно наказ. Но есть еще темы, которые мы наказываем избирателей, которые немножко по-другому решаются. То есть на депутатскую деятельность в бюджете Московской области заложено 15 миллионов рублей, которые могут тратиться по нашим распредписьмам. Это на здравоохранение, образование, культуру, спорт и так дальше. Вот. И, кстати, на поддержку незащищенных слоев нашего населения. Да. Как же это тратиться? Раньше это тратилось. Ну, во-первых, у нас нашему округу очень повезло. И надо это сказать однозначно, потому что у нас от округа избрано два депутата в Московской областной думе. Избран еще мой друг и товарищ Дмитрий Дениско и коллега, с которым мы работаем очень дружно. Это легче решаются любые проблемы. И наши помощники дружно работают. Поэтому, кстати, вот в плане этих наказов мы не считаем, что у него 15 и у меня 15. Мы считаем, что у нас на двоих 30, поэтому легче сразу распределять и решать вопросы, что кому нужно. Если раньше это было проще, там, 19-18 год, потому что мы могли тратить на те нужды, на которые я вам сказал, то затем прошло изменение в бюджетный кодекс и сказали, областные деньги вы можете тратить только на областные учреждения. А у нас в области, извините, мы передали с муниципалитетов наверх, на региональный уровень, только нашу медицину. То есть, и получается, что у нас школы, садики, музыкодоп-образование, спортивные школы остались неохваченными. И здесь мы вместе с правительством нашли решение, очень модное такое слово, инициативное бюджетирование. И получилось так, что и мы и эту проблему в этом году решили, и помогли много, посредством инициативного бюджетирования, очень многим учреждениям. Из 15 миллионов примерно у нас выходило около 5 миллионов шло на здравоохранение. По миллиону и я, и Дмитрий Валентинович мы оставляли как раз таки на материальную помощь. Как она выплачивается, вы спрашиваете. Это, если человек обращается, он должен собрать определенный пакет документов. Этот пакет документов я переправляю в управление нашей социальной защиты. Управление социальной защиты проверяет пакет документов, и если он подходит под критерии, вот тогда я ставлю свою подпись, и человеку на сберегательную книжку приходит определенное количество денег. Это что касается материальной помощи. Все остальные садики, школы, мы нашли выход посредством инициативного бюджетирования. Все, что запланировали, тоже смогли сделать. Ну и мы поговорили о 20-м годе, теперь, естественно, надо наметить планы, потому что январь заканчивается, февраль. Какие планы у Московской областной думы, у вас, как у депутата на 21-й год, и начнем, наверное, отталкиваясь все-таки от главной проблемы прошлого года, с медицинской, то, что мы отложили этот вопрос, и дальше какие планы, собственно говоря? Знаете, давайте самый главный план у меня, вот у меня лично, чтобы все были здоровы. Вот это самый главный план. Поэтому, начиная с нового года, у нас основная задача, мы буквально на каждой фракции председатель об этом говорит, что коллеги надо показать личным примером, что такое вакцинация на личном примере. Вот я лично привит, всех призываю привиться, вести пропаганду вакцинации, вести нужность этой вакцинации, чтобы этой заразы, чтобы мы не услышали о третьей, четвертой или еще какой-нибудь в волне. Вы действительно правильно сказали, на сегодняшний день снижается количество госпитализации и растет коечный фон, который, слава богу, у нас не востребован. Так вот, пусть он и дальше так растет, это не значит, что надо хлопать в ладоши, это значит, что надо еще более быть осторожными, соблюдать все требования Роспотребнадзора, чтобы эта зараза ушла. Вот это самая главная тема для ВИТА на 2021 год. Ну и, конечно, никто же не с ними с меня мои обязанности председателя комитета, поэтому все законы, которые касаются строительства, ЖКХ, архитектуры, энергетики, они все, естественно, как федеральные, такие региональные, которые мы сами разрабатываем, либо федеральные, которые мы говорим, что мы за этот закон, или против, которые проходят через бойкомитет, это же никуда не уйдет, поэтому эта работа и дальше будет продолжаться, и контроль за государственными программами. Я очень рассчитываю, что вот четвертый квартал показал, что у нас экономика начала выравниваться. Я желаю Московской области, чтобы экономика побыстрее выравнивалась, и чтобы мы голосовали только за увеличение финансирования любой госпрограммы, чем за секвестирование этих денежных средств и перенаправление их, как скажем, это было в 20-м на здравоохранение. Поэтому много, исходя из вот этих перенаправлений денежных средств, связанных с борьбой с пандемией, ряд моментов остались невыполненные в 20-м году и по моей теме, это, скажем, по современной городской среде, был введен мораторий на ремонт подъездов, был введен мораторий на капитальный ремонт, на взносы. Хотя вот наш региональный оператор, я являюсь членом политического совета, нашего регионального оператора, сказал, что даже при этой дыре в бюджете он программа менять не будет. Все то, что есть в программе, будет выполнено. Мы в два раза меньше, к сожалению, в 20-м году сделали дворовых территорий. если раньше мы делали в области их порядка 1300-1400, то в этом году мы их сделали меньше 579. Вот, поэтому все это будет доделано в 21-м году. Я когда смотрел бюджет, мы голосовали за бюджет 21-го года, но это же не просто бюджет 21-го года, это бюджет 21-го и плановый период 22-й, 23-й год. Я бы сказал так, что 21-й год бюджет у нас выравнивания 20-го года, 22-й год у нас идет бюджет с неким увеличением, но я бы его назвал осторожным, потому что он может быть лучше, и 23-й год мы планируем реальный скачок вперед. Надо сказать, что волнует всех наших граждан, потому что город Люберси, он стерлись уже границы Люберси-Москва, один из мер соцподдержки, даже невзирая ни до получения такой большой суммы в бюджет Московской области, наши граждане до 31-го пенсионного возраста, до 31-го декабря 23-го года могут пользоваться бесплатно московским общественным транспортом и нашим пригородом. Ну вот, приятно. Спасибо большое. У нас в гостях был Игорь Валерьевич Кахан, депутат Московской областной думы, член фракции Единая Россия, председатель комитета по вопросам строительства архитектуры ЖКХ и энергетики, а мы поговорили об итогах работы 2020-го года и о планах, которые, естественно, существуют на 2021 год. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин